Короче говоря, я ютубер. Так и просился в свет. Ютуб. Одно слово. Четыре буквы. Миллионы долларов. Огромное количество людей зарабатывает всего лишь снимая ролики в интернет. Итак, я твердо решил стать ютубером. Что мне нужно для съемки видео? Камера. Есть. Устройство для записи звука. Есть. Штатив. Есть. Банан. Нужно съесть. Что? Ну и самое главное. Обаяние. Несомненно, есть. Я поставил камеру на штатив. Сел на диван. Поприветствовал зрителей. Начал тупить. Встал с дивана. Перекусил. Снова сел на диван. Продолжил тупить. Еда не помогла. Это было странно. До меня дошло, что у меня нет сценария, и я вообще не знаю, о чем мне снимать видео. Но это не беда. Нужно просто снимать о том, что сейчас актуально. На ютубе смотрят огромное количество разнообразных роликов. Например, 100 слоев воска на руках. 100 слоев лака для волос. 100 слоев клея. 100 слоев помады. 100 слоев изоленты. О, а это что-то новенькое. 101 слой. Ясно. Немного покопавшись в интернете, я нашел еще некоторое количество интересных роликов, и исходя из их популярности, я рассчитал идеально гармонирующие друг с другом форматы, и выстроив их в идеальном порядке, я составил примерно такой сценарий. Я смешаю 100 тысяч литров кока-колы с 2000 килограммами ментоса, и рядом под брызгами напитка буду взрывать арбуз при помощи резинок. Над всем этим процессом будет пролетать квадрокоптер, с которого будет брошен кокос, внутри которого будет находиться новый седьмой айфон под гидроприческим прессом. Он попадет прямо в 10-ти литровую бутылку на треть, заполненную водой, которую я подхвачу в момент взрыва арбуза, и закину на крышу дома так, чтобы бутылка встала прямо на горлышко. Вода в 100 слоев скатится по шиферу и выльется на пламя, образованное 50 тысячами бенгальских огней, которые я разожгу в поле в честь самого успешного видео на ютюбе, чем его и потушит. Кульминация, аплодисменты, миллионы просмотров, денежное состояние, занавес. Это была превосходная идея. Однако, похоже, что у меня ничего не получится по одной лишь причине. Я не знаю, где у нас в городе можно купить 10-ти литровую бутылку. Увы, эта мысль отпадает. И тут я подумал о том, что неплохо было бы придумать свой собственный формат, который еще никто никогда не снимал на ютюбе. Это залог успеха каждого блогера. Я думал над форматом до глубокой ночи, и в итоге, совсем отчаявшись, махнул на это дело рукой и сказал... Короче говоря, это... бесполезно. И тут в голове у меня как будто что-то щелкнуло. Было бы здорово, если бы я снимал забавные жизненные истории, которые в итоге всегда заканчивались бы неудачей. И название крутое. Короче говоря, это будет целый крутой формат. Вдохновленный, я за пару часов написал сценарий, несколько дней снимал видео, записал закадровый голос, затем кое-как смонтировал ролик, и уже на следующий день мое творение было загружено на только что созданный канал. Я немного вложился в рекламу, и поздно вечером начал потихоньку набирать просмотры. Довольный собой, я лег спать. К утру мое видео собрало не много, не мало 10 тысяч просмотров. Я набрал в легкие побольше воздуха, выдохнул и с трепетом открыл свое видео, чтобы почитать комментарии пользователей. Короче говоря, я ютубер. Поддержи это видео лайком, если оно тебе понравилось. И также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят каждую неделю. Спасибо за просмотр!